Вы не видели Чайку в Сатириконе? Нет, я специально не смотрел еще Чайку в Сатириконе. Я видел в своей жизни, не смотрел, я не пойду к ее виду. Но я смотрел, я не знаю, но вот у меня два замечательных впечатления. Это чайка Люка Банди, которую привозили, наверное, лет 10 назад на Чайский фестиваль. Играли в Амфате. Это была, на мой взгляд, просто грандиозная чайка. Кстати, тоже связанная, там ничего особенного не было. Там просто был замечательный разбор, просто они здоровы радуются. И вторая чайка, которая мне понравилась, действительно понравилась, Чайка Любы в Александринском театре недавно. Понравилась? Да, она мне понравилась. Это любому. Особенно это было хорошо в том понимании, в отношении актерской работы. Потому что то, что Люба пытается делать, ему удалось, пожалуй, немногие. Вот в свое время Доналову в 12-й ночи удалось с русскими артистами сделать европейский спутак. В 12-й ночи. Потому что дальше, по-моему, он не приближался. И Любе в чайке в Александринке удалось привить русским артистам европейскую манеру игры. Это две принципиально разные манеры игры. И я, когда репетирую, я пытаюсь тщательно прививать вот эту европейскую манеру игры, в которой относится то, что я говорил по поводу способа существования, сдержанности определенной и т.д. Раз уж вам, простите, раз уж вам понравилась Александринская чайка, тогда для меня был после просмотра главный вопрос, почему же Трепли в конце не стреляется. Там нет этого финала. Не знаю. Ну, это надо умолюдно спрашивать. Я не начинаю трактовать спутак. Во-первых, я подключаюсь к артистам способу дыхания на сцене или не подключаюсь. И для меня создаются некое цельное ощущение или нет. Дальше я даже не углубляюсь в трактовке. На самом деле, можно трактовать так, сяк, неперекосяк. Есть какой-то космос, есть какая-то вещь в себе такая, которая играет разными смыслами, переливается. Эти смыслы не хочется вытаскивать оттуда. Есть гармония какая-то в этом? Или нет, или это... Да. И еще я очень люблю, когда мне лепится в лицо смысл. Особенно, когда это мне иронично. Мне нравится ироничность. И у Баты, и у Люфы замечательный европейский тип ироничности. Ирония. Его там замечательная оргазма. Да. Вы сказали, что выбрали актеров для ролей, потому что они, на ваш взгляд, совпадают каким-то качеством. Да. Это ваш постоянный подход к выбору актера на данный ролик. То есть, вы видите человека и понимаете... Вообще, мне больше всего интересен человек, когда я не люблю техничных артистов. Я полагаю, что техничных в плохом смысле, когда за этим больше ничего и нет. Есть только сплошная техника, и подвижность, и посуды. Да, да, да. Слуга-друга. А я полагаю, что современный театр требует очень активно, лично слова. Начало. Человек должен быть. Я всегда говорю, вот в метро едешь и смотришь на людей. И на ком-то бывает, знаете, не останавливаешься, а на каком-то человеке, на каком лице, на другом взгляде останавливаешься и не можешь оторваться. Почему? Да? Вот смотришь и смотришь. И не почему. Да? Знакомое ощущение, да? Понимаете? Вот не можешь оторваться. Вот артист должен быть... Вот от него должна быть... Еще очень важное. У меня артист — это энергия в состоянии покоя. Это важнейшее качество артиста. Энергия в состоянии покоя. Есть она. Это артист. Не то количество энергии, которое он может выплеснуть, если его там, да, надрючить и вот он выплеснет. Нет, вот он в состоянии покоя. Это еще редкое качество. И опять это связано с личностной... С личностной энергетикой. Энергетикой личности, интересности, независимость, нежелание чего-то. Еще я всегда артистам говорю, не надо... Вы знаете, я сейчас скажу такую резкую вещь по отношению к русской актерской школе. Я думаю, что русская актерская школа в определенной степени средний артист. Знаете, как говорится в Чайке там, средний артист стал гораздо... Так вот, я говорю о среднем артисте, о некой средней прослойке, да, технологической прослойке. Конечно же, таланты есть таланты, и личности есть личности, и Волновы, и славен русский театр, и кино там, с замечательными выдающимися артистами. Я говорю о неком продукте массового актера. Так вот, этот продукт, это не результат теориста выставки, и не результат революции. Нет. К сожалению, этот продукт, это результат крепостного русского театра. Потому что русский артист постоянно существует в ощущении, что он что-то должен доказать на сцене кому-то. Вот пришла, он боится как-то... Я боялся публики, да? Ну, он боится публика, должен, знаете, что-нибудь такое чебучить на сцене. Вот это то, что я говорю про, да, есть ты, а есть гамма, это давай дотягиваемся, доказываем. Я всегда артистам говорю, ребята, вы ничего не должны доказывать. Вы такие, вот нам Гончаров говорит, я все видел, я видел все формалистские изыски. Поймите, биология устроила так, что не видел я и не мог видеть никогда только вас. Потому что так биология устроила, что каждый человек за тысячи лет, да, существует только в единственном экземпляре. И неповторимый. И каждый из нас это абсолютно уникальный продукт. И мы это не умеем ценить. Европейская культура гораздо выше ценит эту индивидуалистскую, да, понимаете, да, индивидуалистическую, как-то, ценность человека, как отдельная личность. Мы сейчас еще как-то ценим коллективистские какие-то в день. А вот внимание и интерес к отдельному человеку и понимание, насколько он уникален, у нас зачастую отсутствует. И каждый отцор это абсолютно уникальная личность. И ценен человек на сцене. И искусство актера заключается в четвертой стене, то бишь в публичном одиночестве, то бишь в том, чтобы быть реально собой. Это самое трудное. Понимаете, любая самодеятельность это гиперигра. Да, любая самодеятельность. Настоящий профессионал это значит быть собой, предлагаемые обстоятельства, но реально собой. Я говорю, никогда не надо ничего доказывать. Не пытайтесь доказать ни зрителю, ни кому. Вы есть вы. То, как вы ощущаете, только честно ощущаете эту историю, да, это интересно. Да, режиссер приходит и может вам открыть вас самих себя, потому что мы в жизни зачастую играем, выбираем себе масочки и прячемся от себя самих. И задача режиссера зачастую в том, чтобы сказать, парень, девочка, ты играешь. Не играй, ты не такая или не такой, каким хочешь казаться, но какой хочешь казаться. Ты на самом деле вот такая или не такой. И вот это энергия в тебе. Понимаете, да? И вот поэтому вот эта попытка доказать что-то, она ведь идет еще и, как мне кажется, так если говорить социологически, от устройства государства. Потому что у нас никогда не было свободным государство. Вот эта тема маленького человека в русской литературе, да, это все время попытка доказать всем, что я имею право, в принципе, на жизнь. Я имею право на это. И актер тоже выходит, ребят, сейчас я вам такое покажу, докажу вам. И вот эта формулировка жуткая, да, правильно, правильно, интересно, нет. И все, выходят люди из училища, хотят чем-то удивить. Сидишь, успокойся, успокойся, сейчас не надо так дергаться, не надо заказываться. И совсем предельную вещь скажу, но это уже совсем экстремистская вещь. Я полагаю, что зрители покупают билеты. Мы не должны отрабатывать эти деньги, потому что зрители покупают билеты за право присутствовать. Понимаете? Не затребовать себя зрителей, а присутствовать. И мы, делающие зрелище на сцене, соответственно, должны соответствовать этому самому высокому праву и запросу. Понимаете? Мы должны понимать, что они приходят присутствовать, а присутствовать можно при чем-то, что очень серьезно и даже в какой-то степени священно. при том, что имеют свои законы. Это как вот, понимаете, вы заходите за границей в храм, да? Не своей веры. Службы идут. Вы заходите, вы находитесь на этой службе, вы уходите. Но вы знаете, эта служба началась без вас. Продолжится, независимо от того. Вы идете, вы останетесь. Эта служба развивается по своим законам внутренним. Она существует не в угоду тем, кто приходит. Она сама по себе. Вот так для меня и театральная зрелища, она не в угоду тем, кто приходит. Она есть сама по себе. Она не может, конечно же, быть без прихожан зрителей. Но взаимоотношения принципиально другие, чем отношения заказчика и исполнителя. Понимаете? И уважение другое друг к другу. И когда никто не подходит. Уже и зритель для меня. Хорошо? Делится зритель. Молодец. Зритель для меня делится на тех, кто разворачивает конфету во время действия, спать. Да? Или светит телефон, смс отправляет. Какое бы ни было перед ним зрительство. Или нет. Понимаете? Вот и всё. И думаю, что в учёте ведь мы формируем зрителя, а не зрители нас. Я всегда говорю, что вот в лувре висит джаконда, но повесить сюда какую-нибудь, я кого не хочу обменить, ну допустим, церетели, да? И девяносто девять процентов не приходите и говорят, ух ты. Потому что они глупые. Для них глупо. Да? Люди приходят во мха. Или куда-то ещё. И приходят во мха. Они не понимают, не могут понимать большинство из них, что есть хорошо, что есть плохо. И мы формируем этот путь. Мы повесим в лувре гаконду или церетели. И тем самым сформируем свою путь. Понимаете? И научим. Вот такие мои счёты. Всё. Спасибо.